Радио Звезда Супруги Ивановы возвращались домой. Хозяин гостиницы ждал уже их. Он распахнул перед ними дверь, низко им поклонился, улываясь, и опять заговорил о пансионе. Услыша слово «пансион», Николай Иванович даже плюнул. — Да дайте прежде поесть-то! — воскликнул он. — Дайте посмотреть, чем вы кормите. — Глаш, переведи ему! — обратился он к жене. — Апрэ, апрэ, месье, ильфо де жене, ильфо вуар, и апрэ, — сказала хозяину Глафира Семеновна. Тот поклонился еще раз и повел супругов в саль-а-мауже, то есть в столовую. — Если к столу будут выходить англичане во фраках и белых галстуках, ни за что не останусь здесь жить с пансионом, — сказал супруг, — а то придешь в пиджаке к столу и смотрят. — Полно тебе. Не такая здесь гостиница, это уж сейчас видно. Сам хозяин здесь и за Швейцара, и за кого угодно, — отвечала супруга. — А вот надо испытать, чем кормит. И точно! В столовой уже завтракали человек десять, за маленькими столиками подвоя и потрая, но никто парадными костюмами не отличался. Столовая была небольшая, блеском зеркал не отличалась, и прислуга, служившая у столиков, была смешанная. К кушанье подавали две горничные в черных платьях и лакей, хотя и во фраке и белом галстуке, но имевший такой вид, что он больше привык к синей блузе и к пиджаку. — Видишь, — сказала мужу Глафира Семенова-то, — даже табльдота нет. Завтракают отдельно за маленькими столиками и служат вместе с лакеем горничные. — Рад? — Еще бы! Главное, мне уж что приятно, что он без капуля на лбу и без карандаша за ухом. Я пролакея. — Косматый даже! Какой тут капуль! И имеет вид, что он скорее столяр или слесарь. — Это вот нам и нужно! На нашего трактирного шестерку смахивает и довольно. Супруги сели за столик, на котором было два прибора и две бутылки вина, красная и белая. Столовая была в первом этаже, столик стоял у окна, и, сидя за ним, можно было видеть все, что происходит на улице. Николай Иванович попробовал вина и сказал, белое вино псиной припахивает, но красной пить можно. — По мне, хоть бы оба собакой припахивали, так еще лучше, — отвечала супруга. Подали меню на разрисованной карточке с изображением гномов, тащащих блюда, переполненные яствами. Глафира Семеновна стала рассматривать его, читала. — Первая — гордовар, закуска. Вторая — омлет, яичница. Третья — бифштекс. Ну, это еще есть можно. А вот затем я уж и не разберу какое-то блюдо. Ну, да его можно и не есть. С меня довольно. Вот еще сыр имеется и фрюи, фрукты. Вино даром. — Фрукты здесь должны быть хороши, ведь в фруктовые царства приехали, — заметил Николай Иванович, прихлебывая из стакана красное вино. — А ты уж, голубчик, полбутылки вина успел выпить, — воскликнула супруга. — Ловко. — Ну, и что ж из этого? Сама же ты прочла, что вино даром. — Однако ты еще кусочком еды не успел, окрупеница. Подали штук шесть креветок, по кружочку масло толщиной в лист бумаги и четыре тоненьких ломоточка колбасы. — На трех тарелках, а есть нечего, — сказал супруг. — Тарелками-то за границей только и берут. Это тебе должно быть известно, не в первый раз уж путешествуешь, — отвечала супруга, придвинула ему тарелочку с креветками и прибавила. — Этих гадов ты можешь всех съесть. Мне не надо. — Да ведь это те же раки. — Раки красные бывают, а это какие-то розовые с белым. — Такие маленькие, что не знаешь, что в них и есть. — Ешь, ешь. Сам же ты хвастался, что за границей надо есть что-нибудь особенное, местное, чего у нас нет. Не люблю я такую еду, которую надо в микроскоп рассматривать. Уж есть так есть, а тут не знаешь, как из скорлупу с них снять. Появилась яичница. Николай Иванович наложил себе на тарелку половину того, что подали, и проговорил, — Спасибо, что хоть яичницы ты по количеству не обидели. — Ты уж, кажется, бутылку красного-то вина прикончил, — удивилась супруга. — Да ведь пить душечка хочется. — А только где ж прикончил? В бутылке еще осталось. Явился бифштекс, но кусочки его были так малы, что Николай Иванович надел на нас пенсне и сказал, — Боюсь, что без пенсне вместо куска в пустое место вилкой попаду. — Мне довольно, — отвечала супруга. — Ты забываешь, что ведь это не обед, а только завтрак. — Однако, матушка, мы сегодня по плажу, как скаковые лошади бегали, осматривая местность. — Да ведь еще тебе будет какое-то неизвестное блюдо. Можешь и мою порцию съесть. Подали неизвестное блюдо. Это было что-то мясное, темное, с маленькими позвоночными костями, под темным, почти черным соусом и заключавшееся в металлическом сотейнике. Глафира Семеновна сделала гримасу и отодвинула от себя сотейник к мужу. Тот взял вилку, поковырял ею в сотейнике, потом понюхал приставший к вилке соус и сказал, — Какой бы такой зверь был зажарен! — Ешь, ешь! — понукал его супруга. — Сам же ты хвастался, что за границей любишь есть местные блюда, чтобы испытать их вкус. — Верно. Но я прежде должен знать, что я пробую, а тут я не знаю, — проговорил супруг. — Кис-кюсе! — спросил он горничную, указывая ей на сотейник с едой. Та назвала кушанье. — Глаша, — что она сказала? — Ты поняла какое-то кушанье? — обратился он к супруге. — Ничего не поняла, — отвечала та и опять заговорила. — Ешь, ешь, пробуй. В Петербурге ведь ты хвастался приятелем, что в Марселе лягушку ел. — Пробовал. — Это верно. Но тогда я знал, что передо мной лягушка, а это черт знает, что такое. Что это не лягушка, это сейчас видно. Вот эти позвонки, например. Смотри, у лягушки разве могут быть такие позвонки? Видишь? Николай Иванович выудил кусок кости на вилке. Глафира Семеновна брезгливо отвернулась. — Ну вот, стану я на всякую мерзость смотреть, — проговорила она. Здесь, во Франции, кроликов едят. Не кролик ли это? Как кролик по-французски? — А почем же я-то знаю? — Да ведь это самое обыкновенное слово. И даже съедобное. Сама же хвасталась, что все съедобные слова знаешь. У нас в Петербурге слово «кролик» — несъедобное слово. А я всем словам в петербургском пансионе училась. А то, может быть, заяц. Зайчину и в Петербурге едят, как заяц по-французски. Знала, но забыла. — Ты будешь есть или не будешь? — спросила мужа Глафира Семеновна. А то сидишь над сотейником и только бобы разводишь. Если бы я знал, что это такое, попробовал бы. Горничная давно уже стояла у стола, смотрела на супругов, не дотрагивающихся до блюда, и недоумевала ставить его на столе или убирать. — Кес-кесе? — снова задал ей вопрос Николай Иванович. — Кель-анималь? — Ль-ль-евр, месси, — был ответ. — Хм, са? — Во-ля-са? — Такой зверь? Николай Иванович сложил из пальцев рук заяца с ушками и лапками и пошевелил пальцами. — Уи-уи, месси, — утвердительно кивнула горничная, рассмеявшись. — Заяц! — торжествующе воскликнул Николай Иванович. — Но заяца я не буду есть. Я знаю его вкус. И он отодвинул от себя сотейник, кивнув горничной, чтоб та убирала его. — Сотей из заяца очень вкусный кушанье, месси, — напрасно вы его не кушаете, — сказала горничная, прибирая блюда. Услыша от нее рассказанное французское слово «Льевр», Глафира Семеновна сама воскликнула. — Льевр, Льевр, теперь я вспомнила, что Льевр, заяц, нас учили. — Ну вот, видишь. Николай Иванович налил себе в стакан остатки вина и выпил его, как бы вознаграждая себя за труд разгадывания кушанья. Супруга взглянула на пустую бутылку и покачала головой. Подали сыр и фрукты. Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами». Глава пятнадцатая. Лишь только супруги вышли после завтрака из столовой и стали подниматься к себе в комнату во второй этаж, как их догнала горничная и сообщила им, что с ними желает говорить «Мадам Ла Поприетер», то есть хозяйка гостиницы. — Что такое у ней стряслось? — воскликнул Николай Иванович. — Неужели опять пансион? Но хозяйка стояла уже тут. Это была пожилая женщина в кружевном фаншоне на голове, с крендельками черных, с проседью волос, на висках. Она приседала перед супругами, спрашивала, как им понравился завтрак, и супруги опять услышали в ее речи слово «пансион». — Тьфу ты пропасть! Вот надоели-то с этим пансионом! — проговорил Николай Иванович, разводя руками. — А голодали они здесь, что ли? Глаш, скажи-то ей, что прежде нужно прожить хоть день один, пообедать, и уж потом разговаривать о пансионе. — Обратился он к жене. — Апрэ, мадам, апрэ. Иль фо дине, иль фо вуар, апрэ дине, — сказала ей Глафира Семеновна. — Боу, мадам, мерси, мадам, — поклонилась француженка и стала спускаться по лестнице. — Переоденусь в другое платье, попроще, — сказала Глафира Семеновна, входя к себе в комнату. — Не перед кем здесь щеголять. Я думала, здесь все по последней моде в шелка разодеты, а здешние дамы в самых простых платьях разгуливают. И шляпку эту с высокими перьями не одену. Еще ветром, пожалуй, сдунет в море, давячи ее у меня на голове как парус качало. Супруга начала переодеваться. Супруг сел в кресло и задремал. Вскоре послышалось его всхрапывание. — Николай Иванович, да ты никак спишь! — воскликнула Глафира Семеновна. Она уже прикалывала к косе другую шляпку, низенькую, с бантами из разноцветного бархата и кусочком золотой парчи, наброшенном сбоку. Супруг очнулся. — Стомила немножко, — проговорил он. — Ну, я готов. — Идти куда-нибудь, что ли? — Да само собой. Не для того. Мы сюда приехали, чтобы спать. Надо идти город осматривать. Я уже переоделась. Надевай шляпу и пойдем. Позевывая и покрякивая, супруг поднялся с кресла. Ему сильно хотелось спать, но он повиновался. Супруги вышли из гостиницы и пошли по улице, останавливаясь у окон магазинов, где за стеклами были размещены разные шелковые и кружевные товары. Были магазины с безделушками, с местными сувенирами в виде видов биорицы, изображенных на раковинах, на веерах, на тамбуринах. Вот этих безделушек надо непременно купить, чтобы потом похвастаться в Петербурге, — сказала супруга. — Смотри, какая прелесть веера! И всего только полтора франка. Вот и цена выставлена. Потом надо купить. — Чем славится биориц? — спросила она мужа. — Да почем же мне это знать? — отвечал супруг. — Если уж ты не знаешь, то я и подавно. — Вот надо узнать у доктора, чем биориц славится, и тоже купить для воспоминания. — Купим! — проговорил супруг, отошел от окна, и нос с носом столкнулся с рыжебородым человеком в белом фланелевом костюме и серой шляпе, воскликнув. — Валерьян Семенович! Это был тот самый петербургский купец-лесник Оглотков, которого он уже видел сегодня утром из окна своей гостиницы. Оглотков остановился и проговорил. — Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется. — Какими судьбами здесь? — Приехали из Петербурга сюда, себя показать и людей посмотреть. — Вот и мы то же самое. — Когда вы приехали? — Вчера. — Вот, позвольте вас познакомить с моей супругой, Глафир Семеновна, месье Оглотков. Рука пожатия. — И я здесь с супругой, — сказал Оглотков. — Но мы здесь уже больше двух недель мотаемся и через неделеку собираемся уезжать. — Где жената? — Утром купалась, после завтрака раскисла и теперь дома в Дезабелье отдыхает. А я бегу теперь голубей стрелять. — То есть как это голубей стрелять? — удивился Николай Иванович. — А здесь у нас уже такая английская затея. Голубей стреляем. Пари держим, — отвечал Оглотков и погладил рыжую бороду. — Да вы-то разве англичанин? Ведь вы, кажется, ярославского происхождения-то. — Да, наш папенька действительно славянин с берегов Волги, но мы-то уж здесь живем совсем по-английски. Впрочем, в нашем обществе не одни англичане. У нас князь Холюстин, граф Жалкевич, генерал Топтыгин, есть даже принц немецкий. Вот уж фамилию-то я его не могу выговорить. Гау-гау-альто, вот так что-то. Фамилия какая-то трехэтажная, ну и много другой аристократии. У нас все аристократы. — Так, стал быть, здесь в аристократ записался, — спросил Николай Иванович. — Нельзя. У нас общество такое. Мы остановились в такой гостинице. У нас и обед даже не в семь, а в восемь. И выходим мы к столу во фраках и белых галстуках. Перед обедом у нас файф оклок, — рассказывала Глотков. — Это что ж такое? — спросил Николай Иванович. — Переодеваемся в смокинг и пьем чай. Нам в это время делают визиты. Фу-фу-фу! Что ж тут свистеть-то? Вечером мы в казино. Там у нас иногда концерты, иногда игра. В бакара все больше играем. Да, мы в лошадке. Это, стало быть, как в Ницце. Такое ж казино! Вот-вот. Вы еще не записались членами? Советую записаться, — сказала Глотков. — Это куда? — Чтоб во фраках и в белых галстуках обедать. — Благодарю покорно, — отвечал Николай Иванович. — Я рад, Радеханик, что нашел такую гостиницу, где этого не водится. — Нет-нет, я говорю про казино. В казино записаться членом. Вы и ваша супруга вот там и будем встречаться. Там познакомим мы наших жен друг с другом. А, в казино-то записаться, — пожалуй. Впрочем, ведь можно и так ходить. Гостями дороже. И опять же, шик не тот. Тонну такого нет. А мы, если, стало быть, теперь и чечлены с супругой, то входим туда как хозяева. Иногда по два, по три раза в день ходим. Вот, например, сегодня. Сегодня у нас там в три с половиной часа дня концерт классической музыки. Исполнена будет оратория. Вот уж какая оратория я забыл, а только оратория. Жена знает. Приходите. — Да ведь это я знаю, — сказал Николай Иванович. Это ведь на скрипицах душу вытягивать начнут. А Глотков пожал плечами. — Правильно. Что говорить? — произнес он. — Но зато модно. На аристократический манер. Все здешнее высшее общество там увидите. Одних княгинь разных будет штук пять-шесть. — Нет уж, мы лучше вечером придем. Придем в лошадки поиграть. — Конечно же, лучше вечером, — поддакнула мужу Глафира Семеновна. — Мы с женой и вечером будем. Вот там, мадам, я вас и познакомлю с своей супругой. А теперь до приятного, — раскланялся Глотков, — побегу голубей стрелять. И так уж опоздал. Он пожал руки супругам и ускоренным шагом пошел по тротуару, помахивая тростью с серебряным набалдашником в виде шара. Николай Иванович смотрел ему вслед, кивнул и сказал супруге. — Каков английский аристократ! А еще год три тому назад, когда его отец-покойник был жив, так за обедом все из одной чашки щи хлебали. А за фрак-то тятенька выволочку бы дал, если бы во фраке его увидел. — Цивилизация, — отвечала Глафира Семеновна. Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Под южными небесами». Ваши любимые книги. Каждый день в эфире «Радио Звезда» и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова